После трагедии в Керчи, в школах и прочих учебных учреждениях усилят охрану. А вот как распознать угрозу? Поговорим об этом с клиническим психологом Ольгой Долганиной. Ольга, здравствуйте. Ну вот смотрите, тихий студент, его характеризовали положительно, по успеваемости он получал стипендию. Ну вот то есть угроза исходит не только от таких хулиганов, да, двоечников? Нет, конечно, наоборот, даже если мы посмотрим некоторую статистику и характеристики таких подростков, таких людей, то мы можем заметить, что они как раз избегают социальной активности, у них как раз мало контактов. И вот по этим характеристикам мы можем понять, да, что есть некоторые угрозы и опасности. Ну да, здесь пишут, что у него не было друзей, это тоже, наверное, какой-то сигнал, да, что человек был немного замкнут. И вот, в частности, сегодня также прозвучала мысль, что проблемы вообще идут из семьи. Здесь, то есть они не жили, да, мать с отцом, но не за один день все-таки становятся убийцей, да? Да, они точно не рождаются, им становятся. Поэтому уже интерес к насилию, то также говорят о том, что он также интересовался стрельбой, это уже некоторые последствия того, что мы имеем. И да, это отсутствие стабильных семейных отношений. То есть изначально нужно искать причину в семье. Ну то есть что-то не так могли заметить именно, ну вот, родители, хотя бы мама, да, с которой он жил? Сто процентов, однозначно. А на что обратить внимание? Ну, как минимум, на то, что не было контакта с ребенком, на то, что они даже практически не разговаривали, не общались. Это были какие-то, ну, здравствуй, до свидания и все. Естественно, так не должно быть в семье. Ну вот смотрите, исполнилось 18 лет, ему буквально вот в августе, и он получил законы разрешения, купил ружье. Но, насколько я знаю, справка-то все-таки выдается. Вот как в таких случаях, как проверяют и проверяют ли вообще? То есть там-то, по идее, должны... Безусловно, они должны были проверять, но, возможно, где-то это было некачественно. То есть формально какое-то... Возможно, да. Поэтому здесь скорее больше затронута тема школьных психологов. Да, после каждых таких событий сообщество психологов вздрагивает, потому что никаких методичек, разработок, по которым мы могли бы понять, маркеров, да, по которым мы могли бы понять, почему человек поступил именно так. В США история скул-шутинга, именно так это называется, стрельбы в школе, насчитывает более 100 лет. Но даже они не могут со стопроцентной вероятностью предсказать, пойдет этот подросток стрелять или нет. То есть здесь я правильно понимаю, что все-таки и не в возрасте даже дело? Да, однозначно нет. То есть говорить о запретах, а оружие само по себе-то и не убивает, правильно? Ну вот смотрите, готовился он к нападению около двух месяцев. И вот говорят, что вот даже цитата таких тупых людей ненавидел, как у нас в политехе учатся, и было бы неплохо всех перестрелять и самому выпилиться. Ну, мотив пока неизвестен. Говорят, возможно, был какой-то конфликт. И как правило, он есть. Как правило, такие подростки имели буллинг или травлю в школе, либо насилие в прошлом, в своем опыте. Ну а как понять, что конфликт перерос в нечто серьезное? То есть это не просто, да, он поговорил, посердился, где-то высказал, мы все можем высказаться довольно остро. Слушайте, ну я не знаю, чтобы так каждый высказывался о том, чтобы всех перестрелять. То есть в любом случае его оппоненту надо было кому-то обратиться? Я думаю, что это некоторое край, конечно, безусловно. И как раз по этим маркерам и по этим признакам мы можем понять, что необходимо бить тревогу.